Демографический рост и сокращение уровня бедности в стране – задачи, которые Владимир Путин обозначил в своем послании. Среди инструментов их решения глава государства назвал субсидирование приобретения жилья нуждающимися. В тот же день губернатор Ямала на своей странице в Инстаграм заявил, что региональные власти готовы работать над заданием президента, а жителям региона ждать в скором времени новых интересных масштабных программ. Мы с женой решили вообще во всех программах участвовать, каких можно было. К сожалению, со второго ребенка мы три месяца опоздали. С молодой семьей, начиная, когда у нас там 30 лет сначала было, мы не попадали, нам было 31, потом сделали 35, нам было уже 36. И мы каждый раз от нас в паровоз уходили, мы не могли никуда, постоянно все, нам ничего бесплатно не дается. Но вот, к счастью, может быть, попадаем вот под эту программу. Программа, о которой говорит Дмитрий Маркелов, стартовала 18 марта. Она поможет купить собственное жилье врачам, учителям, работникам культуры и спорта, всем тем, кого принято называть бюджетниками. Ее суть – субсидировать приобретение квартиры в новостройке на 40% от ее стоимости. Это одна из тех мер социальной поддержки населения, которые анонсировал Дмитрий Артюхов в своем декабрьском ежегодном докладе. Еще одну беспрецедентную меру поддержки мы вводим для наших специалистов. Речь идет о врачах, учителях, спортивных тренерах, социальных работниках и всех, кто трудится в области культуры и молодежной политики. Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться. Планируется, что субсидии будут получать порядка 600 семей ежегодно. Программа рассчитана на три года. Общий бюджет проекта – 750 миллионов рублей. По расчетам экономистов, одинокий человек получит 780 тысяч рублей, а вот семья из четырех человек может рассчитывать уже на 1 миллион 800 тысяч. И да, как отметил врач Дмитрий Маркелов, который рассчитывает поучаствовать в программе, бесплатно ничего не дается. Есть одно важное условие. Это предусмотрено положением заключения соглашения с работодателем. Человек, который будет участвовать в данной программе, он должен будет отработать в течение пяти лет по месту основной работы. Это позволит не только избежать злоупотреблений и манипуляций с миллионными субсидиями, но и решить важную для региона задачу – создать настоящий класс собственников, которые готовы работать в регионе всерьез и надолго. А с другой стороны – привлечь специалистов в отрасли, которые не столь финансово привлекательны, как предприятие ТЭК или государственная служба. Кроме того, по мнению политолога Евгения Забродина, этот проект не только добавит социально-политической устойчивости региону, но и даст дополнительный импульс в строительной сфере. Это решение позволит улучшить жизни конкретных семей, людей, работающих в бюджетной сфере. Кроме того, это хорошее решение для стимулирования экономического развития, а именно строительство в регионе. А строительство в регионе – это средний бизнес, это хороший мультипликативный эффект. Подобные опосредованные инвестиции в строительную сферу эксперты считают перспективными, так как они стимулируют развитие малого и среднего бизнеса в регионе. А это новые рабочие места и будущие налоговые отчисления. Кстати, о деньгах. Отвечая на вопрос, что даст Ямалу только что запущенное Харасовейское месторождение, Дмитрий Артюхов ответил предельно ясно. Это проекты, дающие нам источники для развития. Это налоги, это рабочие места. Можно развивать внутрирегиональную вахту. За счет налогов по цеплению мы развиваем наши города, создаем следующие точки роста, развиваем инфраструктуру, которая позволяет приходить к новым месторождению. То есть эффект от ввода и от запуска таких проектов почувствует житель Ямала в каждом его уголке. И в этом виден точный расчет экономиста. Сегодня налоговые поступления ТЭКа не просто проедаются, а по сути реинвестируются. Таким образом в округе решают не только социальные задачи, но и создают стимулы для развития других отраслей, диверсифицируя экономику региона и закладывая фундамент новой налоговой базы в будущем. Спасибо.